На сторонах равноведренного треугольника взяли точки таким образом, что образовалось много равноведренных треугольников. Этот отрезок равен этому, равен этому. Я, разумеется, так примерно рисую. Понятно, что это можно далеко не в любом случае. Равноведренный, в том смысле, что вот это равно вот этому. Давайте я аккуратно запишу условия. Есть у нас BA равно BC, и вот эта вот линия ломанная CA равняется AM, равняется MK, равняется KB. Требуется узнать величины углов на этой картинке. Ну, да. На самом деле такая картинка единственная. Надо понять, что равноведленный треугольник разрезан на равноведленные треугольники. Найти углы. Это угол альфа. Да. Этот угол бета. Хорошо. Ну, так как это равен треугольник, то это тоже альфа. Вот этот внешний угол у треугольника BKM, значит, что равен 2 альфа. Да. Этот угол тоже равен 2 альфа. Затем, так как треугольник АВС равноведленный, угол А тоже равен бета. Значит, вот этот маленький угол CAM равен бета минус 2 альфа. Да, совершенно верно. Минус 2 альфа. А этот угол тоже равен бета, а этот угол равен. А зачем он? Минус 2 альфа. Хорошо, хорошо считаете так. Стой, сейчас, треугольник минус альфа минус 2 альфа. Да, и что? Получается сумма угол всего большого треугольника, да, и что? Да. Получается 2 альфа совершается, остается 2 бета плюс альфа. А бета плюс альфа подмену словами плюс кратуса. Затем сумма угол вот этого треугольника, КАМ, равна, получается, 2 альфа, ну, 4 альфа, абсолютно. 4 альфа плюс 180 градусов плюс альфа минус бета. И это тоже равен 80 градусов. Получается 6 альфа плюс альфа равно 180 градусов. Получается 7 альфа плюс 180 градусов. Выходим угол альфа. Столочный сильный, да. Ну, и отсюда вытекает угол альфа. А бета сколько? А бета равен угол альфа поделить на 2. Ну, скорее наоборот, скорее нужно. Да, нужно. Ну что, поверим? Да. Спасибо.